Приветствую, уважаемые зрители, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенькую серию по игре Кэтс. В прошлой части я вам обещал то, что в следующей серии я буду на новом этапе, я свое обещание немножечко перевыполнил, потому что сейчас я уже на восьмом этапе, а был на шестом. Сейчас объясню все, как это произошло. Собственно, вот наша карта. Я шестой этап прошел мгновенно, благодаря пиле, которая мне выпала из сундука. Она очень мощная была, я ее поставил вот на эту классику и слишком легко как-то затащил без одного поражения и перешел мгновенно на седьмой этап. Но это было в тот момент, когда до окончания чемпионата оставалось буквально 40 минут, я набрал третий ранг на седьмом этапе и меня также перекинуло потом на восьмой этап. Собственно, все как-то легко прошло, я эти два этапа, можно сказать, быстренько перепрыгнул. Но, несмотря на то, что на шестом я очень долго был, блин, ну не знаю, потом как-то я его легко прошел, благодаря своей пиле. Практически мы уже дошли до военных деталей, мне осталось всего лишь два этапа с этими металлическими деталями. Не знаю, сегодня сможем ли мы попасть на девятый этап, но основная сегодня, основная часть нашей серии будет посвящена тому, что я буду наконец-таки прокачивать свою тачку. Потому что я, получается, дошел вот до этого этапа, какой у меня сейчас, восьмой этап, я дошел до него тупо не прокачивая абсолютно ничего. Я ни разу не прокачивал ни одну свою вещь, я только вот эти вот ящички ссувал там в пару блоков, которые я даже сейчас не использую. Только комплекты мощности, если что, больше никакие другие я не использовал. А также, что я еще делал? Ну нет, больше я ничто не улучшал и, по-моему, на обучение мне там нужно было что-то улучшить. Но я эту деталь уже давным-давно продал, потому что она была слишком маленького уровня. Окей, давайте, ребят, сейчас посмотрим. У меня сейчас есть вот такая вот тачка. Я впервые в жизни использую титан, потому что у меня здесь легендарная циркулярка есть, которая мне дает плюс 100% хп к титану. У него, получается, в два раза меньше, чем 1334. Но благодаря вот этой вот оружке, получается, слишком много хп нам добавляется. Это очень классно. Вот, я ее менять не буду, хоть она и первого уровня, это вообще без разницы. В общем-то, смотрите, у меня на восьмом этапе есть два чувака, которых я не могу победить. Вот эта вот додошка, которая на первом месте, там буквально чуток не хватает. Мне вот только прокачать вот эти вот циркулярки, хотя бы капельку, и все. Этого чувака я побеждаю. Но там есть еще один, который на каком-то там, на седьмом месте, кажется. И вот его я уже не знаю, как побеждать. Мне нужна, наверное, какая-то другая тачка или что-то в этом роде, потому что у него этот лазер дурацкий, который мне реально, ну, жестко мешает. Либо мне нужно в два раза увеличить атаку своих циркулярок, либо чтобы что-то еще придумать. Пока что я, честно говоря, не знаю. Тут еще какой-то чувак, вот, новенький. Он только что попал на штаб. Давайте посмотрим, смогу ли я его победить. Потому что мне за него дают медальку, и если мы его победим, будет хорошо. Хорошо, блин, у нас тут еще один чувак, которого мы не можем победить. Но тут тоже буквально чуток прокачать циркулярку, и как бы мы тоже его на изи побеждаем. Окей, пока что мы на третьем месте. Это хорошо. Что сейчас будем делать? Откроем три сундука. Специально для ролика я их берег, потому что, ну, я люблю на ролике открывать сундуки, потому что это очень классно. И плюс все сундуки я прокачиваю до максимального уровня, так что это очень хорошо. Так, окей, мне выпал лазер здесь из хорошего. Так что можно будет потом посмотреть, что он из себя представляет, и попробовать. Окей, открываем еще один обычный ящик. Валун выпал, шкив, ролик и бигфут. Аж четвертого уровня, кстати. Это достаточно прикольно. 240 сердечек прибавляет. Окей, и супер ящик у нас один. Тоже максимальный уровень. Все три коронки я набрал для него. Жала четвертого уровня. Пила первого. Ракетница четвертого уровня тоже очень классно. И Титан, получается, второго уровня. А, тут еще вещи, да, есть. Скутер. О, циркулярка. Плюс 30, если на классику. Ну, блин. Классику я не использую с циркуляркой. Про ныра. Ролик. И комплект атаки. Можно сейчас комплект атаки как раз-таки воткнуть в одну из циркулярок. Я вот, знаете, что думаю, в какую циркулярку лучше всего воткнуть? Вот эту легендарную, либо вот в эту четвертого уровня? Скорее всего, я, наверное, в легендарную воткну, потому что, ну, блин, почему бы ее не прокачать? Что там такого-то? Мне кажется, будет, наверное, даже прикольно то, что легендарная вещь так хорошо будет прокачена. Я не знаю, разница есть, если я буду по цене вливать в эту циркулярку и в эту. Ну, разницы, в общем-то, никакой. Ладно, давайте посмотрим. Мы сейчас попробуем залить вот это. Это плюс 54. Очень много на самом деле. Так, 7800 стоит. Отлично, влили. Блин, что я всегда нажимаю в следующий раз? Потом. Кстати, все последующие разы у нас будут дороже. Так что, наверное, мы вот в эту вольем, чтобы побольше денег сэкономить. Ну, я так думаю, будет рациональнее, что ли, использование денег. Окей, сюда. Да, потом. Теперь у нас уже почти что 300 урона благодаря циркуляркам и благодаря прокачке. И вот я думаю, может быть, как-то их еще можно будет прокачать другими вещичками. То есть, я буду в них вливать ненужные мои вот эти циркулярки, которые меня бесят. Я реально устаю листать вот это вот все. Так, блин. А что-то вообще как-то мало. Скорее всего, лучше металлическими их прокачивать. Ведь что-то этими вообще ни о чем они прокачиваются, да ведь? Ну, нет, это вообще бред. А вот это если? Тоже какой-то бред. Блин, на самом деле, вон теми штукенцами их как-то лучше прокачивать, если честно. Тут даже уровень не прибавляется. Ну ладно, пофиг. Давайте дофига тогда их истратим. Просто они мне реально мешают и, наверное, лучше всего будет их вот так вот потратить. Так-с, так-с, так-с. Конечно, сейчас мы реально жестко денег потратим. Но зато можно будет ролик назвать, тратим 200 тысяч на прокачку. И, может быть, он наберет много просмотров. Вот. Так-с, теперь тут уже не особо много прибавляется. Будем уже вот сюда вливать. Чтобы, ну, все одинаково было у меня. Хотя здесь гораздо дольше что-то прокачивается. Не так уж и много атаки у нас прибавилось. Ну, собственно, да пофиг. Так, что мы теперь делаем? У меня тут еще остались комплекты атаки. Мы сейчас их тоже вольем. Вот сюда вот один. И вот сюда один. И, надеюсь, тогда мы будем, ну, уже помощнее сможем наших врагов мочить. Так, что теперь? Можно взять бигфут. Получается, на нашу тачку. Потому что он хп побольше прибавляет. И с каким-нибудь врагом может мне очень сильно помочь. А из других вещей, что у меня 135, это у меня 160 и 215. Ну, давайте их оставляем, как бы, ну, скутер, а не получше. Возьмем тогда бигфут. Он у меня точно мощнее. Был 240, я прям помню. Ну, бигфут всегда больше всего хп имеет. У меня, кстати, первые диски металлические выпали. Это прикольно. И ищем бигфут. Вот он, четвертого уровня. Я, получается, это ставлю сюда, а бигфут вот сюда. Надеюсь, переворачиваться наш тачка от этого не будет. Потом, можно корпус, кстати, прокачать. Потому что у меня одна из циркулярок дофига хп прибавляет. Если я корпус прокачаю, то у меня вообще будет все очень замечательно. Там у меня как раз-таки куча ненужных титанов, которые я даже и использовать не собираюсь. Так, ух ты ж, блин. Что-то тоже слишком мало прибавляется. Я вот это вот оставлю, где там аж три можно оружки поставить. Может быть, он мне когда-нибудь пригодится. Ну, хотя я не уверен в этом. Так, все, отлично. Хп у нас прибавляется. Можно до 2000 добить. И потом уже, как бы, ну, не знаю, прокачивать дальше. Или на следующий уровень оставить. Фиг его знает на самом деле. Так, вот это вольем, я думаю, неплохо так. И вот это. И немножечко не хватает. Сейчас, наверное, вот это возьмем. Я его отправлял на ставочку. Мне тут немножечко дали. Ну, что там, до 2000 дошло? Нет, еще не дошло. Ну, можно просто тогда воткнуть, получается, где там комплект жизни. А то я еще не раз их тоже не использовал. Посмотрим, что это такое. Ну, что-то вообще, как-то жизнек они мало прибавляют. 48. 76. Ну, можно вообще-то попробовать, что такого. Ну, все. Теперь у меня 2000 хп и 333 урона. Теперь можно попробовать пойти в атаку и посмотреть, что из этого выйдет. Давайте хотя бы сначала вот здесь вот нашу тачку проверим. И посмотрим, что она из себя представляет. Сносит она, конечно, жутко много. И это хорошо. Чувак нас не успел убить. Это классненько. И мне еще один бой нужно сыграть, чтобы я получил там монетку. Ну, коронку точнее. Вот, посмотрим, сможем ли мы этот бой выиграть. У чувака лазер. И, блин, он меня так жестко переворачивает. Я надеюсь, мы не проиграем. Отлично. Мы победили. Кстати, благодаря Бигфуту он только что нас перевернул. И мы еще раз перевернулись и встали, как были изначально. Это тоже прикольно. Ладно, отправляемся в бой. Пробуем вот с Додошкой. Мы его, кстати, наверное, все-таки уже сможем выиграть. Потому что, ну, я же вам говорил, там немножко не хватает. Его мы убиваем. Даже если бы он у нас два раза стрянул, мне кажется, мы бы все равно выиграли. Так что все супер замечательно. И вот самый наш главный враг, которого я не знаю, смогу ли я выиграть или нет. Вообще не уверен. И, да, смогли. Отлично. Его смогли. И сейчас мы, наверное, сможем мгновенно перейти на следующий этап. Можно начинать битву. Давайте посмотрим. Я очень надеюсь, что никто с прошлого раза свои тачки не менял. И я смогу сейчас мгновенно перейти на новый этап. Надеюсь, то, что моя прокачка не прошла даром. И все будет просто замечательно. На самом деле, в начале игры я думал то, что Титан это такой отстойный корпус. И вообще ни для чего не нужно. И я его использовать никогда не буду. Но сейчас он как-то так идеально подходит под мои легендарные оружия, что, блин, у меня другого выхода нет. Только использовать его, как бы. Это вообще не очень классно. Я бы хотел, чтобы у меня легендарные оружия на что-нибудь другое выпадали. Но пока что только так. Окей. Пока что у нас все хорошо. Мы идем, всех убиваем. И это супер классно. Мне писал чувак в комментариях, что там есть люди, которые, ну, реально, жестче меня прокачаны. У них меньше просмотров, чем у меня. Я тут копошусь до сих пор на третьем этапе. Или где я там был? На шестом. Но на самом деле, ребята, я практически не пытаюсь, как бы, проходить этапы чемпионата. Там что-то, что-то типа этого делать. Ну, как бы, проходить основной сюжет, так скажем, без записи. То есть, я все пытаюсь делать на запись. Я без записи только набиваю сундуки и коронки. И все. Ну, естественно, вместе с этим набивается мой рейтинг. А больше я ничего не делаю без записи. Я все делаю на записи. Из-за этого может показаться, что я слишком долго прокачиваюсь. Но если бы я, конечно, все делал без записи там и проходил новый этап, то, конечно же, я бы быстрее прокачивался. Ладно, не будем об этом. Я, в общем-то, перешел на следующий этап. Это офигенно. Сейчас попробуем этой же тачкой перейти на следующий этап. Если получится, то будет вообще идеально. Просто реально вообще идеально. Это будет реально очень продуктивная серия. Так, у меня сейчас тут сундук будет. Давайте посмотрим. Я, наверное, гитарку возьму. Она мне больше нравится. И сундучок. Легендарный, кстати, отлично. Вообще, такая классная серия получается. Мне дали еще ракету, кстати. Очень мощно, вообще офигенно. Так, ну, классика такая, более-менее. Реверс далее. Потом Бигфут легендарный. Для катера вообще идеально подает. Ну, и все вроде бы. Ну, такой средний сундук, что сказать. Ладно, пробуем, ребята, бой. И если мы перейдем на следующий этап, будет офигенно. Так, против меня сейчас жесткий чувак. Мы его смогли. Отлично. Можно, кстати, будет потом ракетницу куда-нибудь поставить. Потому что ракетница действительно мощная. И, блин, не использовать ее, наверное, будет очень тупо. Так, дальше. Пока что идет все хорошо. Мы и прошлый этап прошли, и этот, надеюсь, сможем пройти. Если это будет так, то, я еще раз повторюсь, будет просто божественно. Будет реально очень продуктивная серия. На самом деле, я хотел в следующей серии как бы перейти еще на следующий этап. Ну, раз уж тут так все очень хорошо идет, почему бы и все за одну серию не сделать. Причем, если бы я остановил тогда, когда мы перешли на, получается, какой-то этап. На девятый, то ролик бы длился всего лишь 12 минут. А сейчас он хотя бы подольше подлится. Так, этого сможем? Отлично, тоже смогли. Хух. А то я уже напугался то, что не сможем. Вот этот вот жесткий чувак. Надеюсь, его получится. Саша, хорошо. С Сашей мы мочканули, это классно. О, щет, тут три лазера у чувака. О, отлично. Это меня радует. Идем дальше. Тут тоже мощный чувак. Он меня еще откинул. Этому я, наверное, проиграю. А, нет, все. Хух. Хорошо. Еще, пожалуйста, 4 победы, и вообще все будет идеально. Блин, давай тащи. Мой титан должен затащить. Пока что все очень хорошо. Этого мы валим. Тоже отличненько. Вот что значит играть с прокачкой, блин. Это вообще офигенно. Когда у меня не было прокачки, я так долго тоже проходил. И, блин, вот сейчас только прокачал, и все пока что очень хорошо. Так, этого завалим. Отлично. Мгновенно переходим на следующий этап. Сразу два этапа за серию. Это просто офигенно. Причем, такие достаточно высокие этапы. Это очень классно. Просто на одной тачке пройти два этапа подряд. Это вообще хорошо. Причем прокачка у нас всего лишь 50 тысяч, наверное, потратилась. То есть, ну, блин, очень-очень круто. И без прокачки, получается, я дошел до седьмого этапа. Я ни разу ничего не прокачивал и дошел до седьмого этапа. Это, на самом деле, очень классно. Наконец-таки открылся новый корпус. Это вообще офигенно. Возьму знак вопроса. Вот, надеюсь, сейчас мне из этого суперящика хотя бы одна пирамида выпадет. Вот, реально, надеюсь. О, классика. Отлично. Диск, шкив, пила, жало. Блин, даже ни одной новой детальки не выпало. О, катер выпал. Офигенно. Вообще классно. И комплект мощности. Отлично. Пирамиды, к сожалению, не выпало, но мне выпала одна новая военная деталька. Это очень хорошо. Здесь будем пробовать, ребята, пройти, что ли? Ну, давайте попробуем. Почему бы и нет? Может быть, мне и тут тоже повезет. И сможем сразу с три этапа. Хотя, вот в этом я очень сильно сомневаюсь. Потому что, ну, пройти три этапа, это вообще нереально. У этого чувака огромный урон. Мы ему проигрываем. Так что здесь у меня уже есть к чему стремиться. Что делать в следующей серии? Этого валим. Отлично. Пока что наш Титан очень даже хорошо со всеми справляется. Вот этот вот тоже жесткий какой-то. Мы ему проигрываем. Но здесь реально у чуваков уже побольше урона. Так что надо будет что-то менять в своей тачке. Прокачивать ее. Либо же какую-нибудь новую тактику придумать. Посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет. Я еще, кстати, посмотрел там один ролик интересный. И там была такая прикольная тачка у чувака в тактике. Так что ее тоже можно будет попробовать. Я вам покажу в серии. Реально очень прикольно. И забавно там получаются с ней игры. Окей. Этого мы тоже выигрываем. Пока что что. У нас пять, по-моему, проигрышей, да? Если я не ошибаюсь. Ну, вот сейчас пятый был. Ладно. Смотрим дальше. Десятый бой. Здесь я тоже проигрываю. Ну, блин. Пока что что-то как-то здесь у нас не очень хорошо все идет. Ну, да ладно. В общем-то. Пофиг. Все равно мы уже за серию аж два этапа прошли. И это на самом деле вообще офигенно. О, у него такой прикольный этот стикер на корпусе. Вообще нереально классно смотрится. И так в тему. И у него еще три с половиной тысячи хп. Так что, блин. Я даже фиг знаю, как его буду выигрывать. Это же как мне тачку-то придется прокачать, чтобы здесь чуваков мгновенно выиграть. Скорее всего, на этом этапе я снова надолго застрял. Потому что чуваки здесь реально мощные. Все какие-то разные. Под каждого нужна своя тактика. Вот это одно и то же, как у меня было с шестым. Либо мне супер мощное оружие какое-то нужно. Либо мне придется как бы, ну, что-нибудь придумывать. И переходить уже не мгновенно. Ну, ладно. В общем-то. Я очень рад, что я дошел до военных деталей. Реально, серия получилась очень офигенная. Надеюсь, что вы поставите лайк, ребята, за вот такой эпик в серии. Тут у меня еще рейтинг. Я на 18 уровень своей... Ой, на 18 место в своей лиге перешел. Скорее всего, пока я буду набирать, получается, вот эти все сундуки и все коронки к нему, я уже, может быть, ближе к вот этим семи местам перейду. Так что, мне кажется, когда тут окончание будет, то я уже буду вот в этой вот серебряной лиге. Ну, хотя придется действительно попотеть. Тут мне для того, чтобы перейти, нужно набрать больше 11 тысяч. Будет сложно, но я надеюсь то, что я справлюсь. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть интересного. Открылся новый вот этот вот столбик. Валун, кастомный проныра, обкатанный и... Блин, я не знаю, у меня 7 лапок и я понятия не имею, куда их тратить. Потому что я бы хотел потратить именно на циркулярки, но пока что что-то связанное с ними у меня еще не открыто. Фиг знает. Вот здесь только увеличивает урон всех циркулярок. Требуется 16 этап. Это вообще, мне до него еще 6. Так что, пока что не знаю. Вы мне можете в комментариях написать, куда лучше всего на моем этапе потратить мои лапки. И надеюсь то, что вам эта серия, ребята, понравилась. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если есть что-нибудь такое интересное мне подсказать, как это помочь, обязательно пишите в комменты. Я вас обязательно отблагодарю. Собственно, еще раз всем спасибо, ребята. Серия получилась хорошая. Удачи и пока-пока.